Мы сегодня, живя среди людей в миру, часто сталкиваемся с таким мнением. Ну все же так живут. Чем я лучше? И почему это ради меня одного должны, например, постную пищу готовить? Ем, что всем дают. То, что всем, то и мне. И вот сегодня мне хотелось бы привести вам пример из жизни Тройцы Сергиевой Лаври. Этот пример описан в Троицком листке о жизни Архимандрита Кранида, который рассказал такой случай. Когда он еще жил в миру, он часто посещал своего родного дядю. Дядя его был работником Никольского вокзала на Москве. И вот когда он приезжал к нему, то и в среду, и в пятницу, и, конечно, Великим постом, и все другие посты, там никто не соблюдал. Там кушали скоромную пищу. Ну и он подумал про себя. Ну а чем я лучше других? Ну что это, ради меня одного готовить, что ли, будут? Кушать-то надо. И стал есть все подряд. Все, что готовили, то и он стал есть. А потом, за год до его перехода в Лавру и принятия иночества, он видел видение. Будто он стоит в огромном храме. И с правой стороны, на клиросе, он видит большую икону Пресвятой Богородицы. И этот образ Девы Марии видел во весь рост. Это ростовая была икона. И когда он взглянул на лик Божьей Матери, то она отвернула от него свой лик. Он упал на колени. Он стал спрашивать, Матерь Божья, «Я грешный человек, но почему ты отвращаешь от меня свой причистый лик?» И Царица Небесная Пресвятая Богородица Ему ответила «За то, что ты не соблюждаешь святые посты, тем самым ты оскорбляешь память Сына Моего и Мою». И вот с тех пор он переменил свою жизнь, увидев такое явление, что если мы, как все, живем, мы оскорбляем страдания нашего Господа. Мы, христиане православные, права не имеем жить, как все. Пусть все живут, как хотят. Многие идут в ад, а кто-то хочет идти в обратную сторону. И, как сказано в Священном Евангелии, от дней Иоанна Крестителя до днесь, до сегодняшнего дня, Царствие Божие усилием берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Есть ради чего потрудиться. В завершение мне хотелось бы просто напомнить, дорогие, сколько нужно поработать, чтобы получить олимпийскую медаль. Сколько нужно тренироваться, сколько нужно не спать, соблюдать диету. Сколько нужно трудиться, чтобы стать знаменитым пианистом или скрипачом, музыкантом. Сколько нужно потрудиться, чтобы победить в военных действиях. Не спать, не есть, претерпевать мороз, холод, голод, ранение, иногда даже утрату ноги, руки, двух ног. Но устремление к победе уже здесь, на земле, вознаграждается. Герою, не пощадившему собственного здоровья, но защитившего мирных людей, в военное время присваивают звание Героя России. Лучшему музыканту дают заслуженный музыкант. Лучшему из спортсменов дают олимпийскую медаль. А что же нам в духовной жизни предпринять, чтобы получить свою награду? Во-первых, нужно отнестись точно так, как относятся все люди, добиваясь каких-то наград. Всем подряд Героя России не дают. И то, что человек был на войне, он может героям не вернуться. Равно, как и среди музыкантов, много музыкантов, а заслуженных деятелей культуры музыкантов с большой буквы очень-очень мало. Равно, как мало чемпионов мира, выдающихся спортсменов. Вот точно так мало и святых. Почему? Потому что мало кто с юности хочет заниматься музыкой, нагрузками физическими. Мало кто хочет идти рисковать своим здоровьем, чтобы получить награду земного вознаграждения. Но Христос зовет нас получить гораздо большую награду, чем медали, чем заслуженных героев, артистов, спортсменов. Он всех нас призывает в свое небесное царство. И говорит, придите, благословенные отца моего, небесного, и унаследуйте царство, приготовленное вам от создания мира. Давайте же и мы с вами постараемся не лениться, не расслабляться, как все. Пусть все не постятся. А мы постараемся отодвинуть немножечко и сказать, спасибо, я вот это съем, достаточно, а еще лучше, ну, если вообще нечего, ну пропусти дома, чем-нибудь постненьким подкрепишься, и хватит. А всякий раз помогать тебе будет память о твоих грехах, а еще больше память о твоей смерти. Когда умру, отвернется ли от меня лик Божьей Матери, или Царица Небесная благословит и примет в Царство Сына своего Бога нашего. А для этого мы должны, дорогие, прожить так, чтобы не оскорблять ни страдания Господа, ни Царицу Небесную. Как хорошо, что столько людей собирается в храме помолиться Господу на этом каноне. Да и те, кто был хоть раз, его и приглашать не надо. Они сами чувствуют сердцем, как близко Бог к нам, когда мы опускаемся на колени. И Он ближе к тем, кто со смирением в сердце обращается к Нему со своими сердечными молитвами. А сегодня, еще раз, хотелось бы поздравить вас с радостными днями наступившей духовной весны, чтобы никто из нас не унывал, ни в коем случае не отчаивался, а радовался. Потому что ныне к нам спасение ближе, чем когда бы то ни было. Вот какое удивительное время духовной весны наступило. И вот с этой духовной весной поздравляем всех вас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok